Добрый вечер! Называют «вторая душа», нюхают ли самим что-то пахучее, какие-то травы, для того, чтобы поддержать душу в тот момент, когда значительная, так сказать, ее часть субботней уходит. Праздники этого не делают, потому что все, что мы обретаем в празднике, всю дополнительную духовность, которую обретаем в празднике, она остается с нами. И будем надеяться, что эти праздники нам очень много дали во всех планах, и в индивидуальном, и в национальном. И будем продвигаться с вами дальше. Мы с вами подходим к концу книги Схарья, нужно думать о том, как мы с вами продолжим. Одна из тем, которую мы можем с вами затронуть, это Талмуд, так сказать, тайны Талмуда. Если хотите, я очень не люблю это слово «каббала». Каббала через Талмуд, духовные понятия через Талмуд. По такому доступном, можно сказать, литературном плане подумайте над этой темой. Если будет интерес, то, пожалуйста. Если что-то еще, то предлагайте другой. Предлагайте, какие у вас есть интересы. Мы с вами пока будем пробираться дальше. И, как всегда, вспомним о наших солдатах и пожелаем им благополучия и успехов. И будем надеяться, что наши духовные усилия хотя бы в какой-то степени защитят их на поле боя. Амин, амин. Приложим свои также духовные усилия ради выздоровления раненых и освобождения пленных. И, как вы знаете, я всегда упоминаю свою жену Люба Бат-Михаэль ради памяти о ней и возвышения ее души. И вот с этими словами, надеюсь, что не громкими, не пафосными, мы с вами обратимся к книге Схарья, к тому моменту, где мы с вами остановились. И мы с вами, в принципе, должны открыть одиннадцатую главу, то, что я и пытаюсь сделать. Надо сейчас упорядочить экран хотя бы как-то, чтобы у нас что-то было более-менее упорядоченное. Текст виден, я надеюсь, да? Текст виден, да? Но это, я прошу прощения, это, по-моему, к сожалению, не тот текст, который мне нужно поднять. Я проверяю. А может быть, это он? Секунду, я проверяю. Не обижайтесь и не сердитесь. Так, проверяем. Да, это тот текст, который мне нужен, и мы можем с вами по нему пробираться. И Схарья после всех тем, которые обсуждались, после темы прихода Машиеха, который Схарья рассматривает в плане такого, скажем, материального развития события, а не чудесного. И все чудеса есть, они есть, они скрытые, они не видны. И, как вы помните, он это дает образом, показывает через образ человека, бедного, едущего на осле. И мы с вами попробуем пытались разобрать и отношение мудрецов в Талмуде к приходу Машиеха через эту картину и так далее, и так далее. Я просто напоминаю. И вот неожиданно от этой темы Машиеха скорее переходит к другому моменту. Он предсказывает разрушение второго храма. Предсказание очень тяжелое, может быть, неожиданное. Мы понимаем, что Схарья он живет все-таки в начале периода второго храма. Пророки где-то умирают через 40 лет после начала этого периода. То есть к 330 году, скорее до этой эры. Схарья, может быть, несколько пораньше. Раньше. То есть, когда все еще находится в процессе становления, несмотря на все трудности, есть большие надежды. Схарья, как вы помните, говорит много о периоде Хашманаев, или, по крайней мере, можно представить себе те картины руководителей праведных, которые он дает, как относящиеся к периоду Хашманаев, и вдруг такой удар – что второй храм будет разрушен. Я просто увидел здесь какие-то проблемы. Надеюсь, что меня слышно. Да, слышно. Да, слышно. Отлично. И вот 11 глава, первое предложение. Открой, Ливанон, двери твои, и пожрет огонь кедры твои. Здесь несколько моментов. Открой, Ливанон, двери твои. Значит, огонь не упадет сверху, откуда-то свыше не будет разрушен каким-то чудом. А придут люди и подожгут огонь через открывшиеся двери Ливанона. Ливанон – это образ храма. Он появляется еще в главе Баидханан. Таким образом, Маше упоминает храм как Ливанон. Имеется в виду, что здание храма, конечно, оно каменное, но оно все отделано ливанским кедром. Также и перекрытия. Да, перекрытия не умели делать потолки каменные, не умели заливать это, естественно, бентоном. И даже не умели делать, как это позднее делали крестоносцы, устанавливать камни на трение так, чтобы получалось. Арка всего этого не было. В больших домах перекрытия все были из кедра. И вот в этом плане как бы храм называется Ливанон, Ливан, ливанский кедр, потому что его перекрытие, свидетельствующие о размерах храма, и его отделка внутренняя, все это изготовлено из ливанского кедра, обращение к храму. И понятно, почему он здесь назван Ливанон, потому что кедр горит, дерево горит. И вот Ливанон, храм, который сделан из ливанского кедра, открой двери твои, и ты загоришься. Ну, исторически мы знаем, что в момент разрушения второго храма римские регионеры бросили действительно огонь, бросили факел внутрь храма, и он загорелся. То есть постройка была воспламеняемой, даже легко воспламеняемой, несмотря на золотую отделку, на золотое покрытие. В Гемаре есть несколько моментов, соотносящихся с этим стихом, и я думаю, что нам полезно заглянуть в них. И вот, говорится, за 40 лет до падения Рушалая мы начали двери дома Бога сами открываться по ночам. Божественное присутствие стало покидать храм, но оно не сразу его оставило, уходило и приходило. И мы можем представить себе, насколько страшные впечатления производил в Рушалая, где все хорошо слышно, когда большие петли храма начинали скрипеть, двери хлопали. Это было что-то очень пугающее. Раби Ханан, мы помним, что он был сторонником того, чтобы помириться с римлянами, и сдать Рушалаем Беспасиану заявление самого по себе, шаг по себе очень проблематичный. И, скажем, я сейчас не буду вдаваться во все подробности этой проблемы, но только можно представить себе, что в трактате «Брахот» рассказывается о том, что Рабан Ханан бен Закай перед смертью уже он боялся, был испуган, и ученики его, которые представляли, и совершенно правильно представляли его, как большого праведника, они спросили, почему он так боится смерти. Рабан Ханан бен Закай сказал, я не знаю, куда меня поведут, наверх или вниз. То есть он не был уверен в правильности своего шага, что он вышел из засорженного Иерушалаема, пришел к Беспасиану, и попросил у него явно в Ихахамея, он попросил город, явно, чтобы там было позволено изучать Тору, потому что римляне запретили изучение Торы повсюду. Беспасиан согласился, так как Рамбан бен Закай предсказал ему, что он будет императором. Естественно, что эта история, она подорвала дух защитников, отрицательно сказалось, на дальнейшем ходе войны, Рамбан Ханан бен Закай был не уверен в том, что он сделал просить помилования для всего Иерушалаема, он не решился, так как у римлян было правило, что в тот момент, когда первый раз Торан ударает у стены города, то города уже нету помилования. Кроме того, на мир с римлянами было трудно полагаться. В Цепоре, в Галилее до этого заключили мир с римлянами, и римляне вошли в город и вырезали всех. Вот это такие исторические справки, но нам нужен Рамбан Ханан бен Закай как таковой, его позиция, и мы с вами здесь можем увидеть, что он не случайно так говорит. Рамбан Ханан бен Закай так объяснял. Рамбан Ханан бен Закай как бы прикрикнул на храм и сказал, храм, храм, зачем ты пугаешь всех? И без того знаю я, что в конце концов ты будешь разрушен. Это предсказал еще пророк Схарья. То есть он берет вот эту строчку. Ну почему мне как бы с вами так важно было посмотреть этот момент, Рамбан Ханан бен Закай, что он говорит, храм, храм, ты будешь разрушен, ссылается на эту строчку Схарья. Потому что, как мы с вами говорили, ни одно предсказание пророка, в том числе это предложение, не является таким безусловным. Нету никакого такого предсказания, которое не могло бы отмениться. А если Схарья предсказал разрушение второго храма, то это не значит, что это должно было сбыться. Рамбан Ханан бен Закай пошел по такому пониманию, что да, ситуация безнадежная. Она безнадежна и с точки зрения физической, особенно с точки зрения духовной. Наказание неизбежно. И вот он обращается, когда он видит. Понятно, что это может быть все не буквально, может быть этого не было на самом деле, может быть это описание какого-то духовного пласта, событий, да, что вот ворота начали открываться, открывались ли они действительно ночью, или как бы, да, тот, кто обладал пророческим взглядом, мог легко себе представить, что ворота хотят открыться, да. А вот Рамбан Бен Веханай, как мудрец, он кричит, храм, храм, зачем ты пугаешь всех, да. Все равно ты будешь разрушен. И это, скажем, не единственная позиция, не единственное прочтение этого стиха. Все, я знаю, да, точно из этого стиха, я знаю, что ты будешь разрушен. Да, сейчас мы с вами посмотрим позиции других мудрецов, попытаемся себе представить, да, но нужно подчеркнуть, да, что Схарья говорит о сожжении храма людьми, да, «открой двери твои, люди бросят огонь». Но Еремьяху он говорит о том, что это произойдет только после того, как Всевышний божественное присутствие оставит храм, тогда только люди смогут поджечь его. И Вейха, Еремьяху говорит, с высоты послал огонь, да, то есть Всевышний послал огонь, он сжег, так сказать, храм на духовном уровне, и только после этого люди смогли сжечь его. Этот момент Схарья пропустил почему-то. Может быть, для того, чтобы сделать предсказание очень тяжелым. Придут люди, сожгут храм, храм, в котором божественное присутствие, вот так вот бросят факел, просто и все загорится. Еремьяху говорит о том, что сначала божественное присутствие сжигает храм, божественное присутствие сначала оставляет храм. Теперь мы посмотрим позицию других мудрецов. Был такой рабецадок в период разрушения Иерусалайма. Кстати, Схарья просил для него врача, потому что он бесконечно постился ради того, чтобы храм не был разрушен. Рамбан Иханан Банзакай просил явных мудрецов, просил помиловать династию Давида, потому что римляне считали династию Давида как бы правящей по традиции, если не фактически, то по традиции собирались истребить всю династию Давида. И за нее просил Рамбан Иханан Банзакай и просил врача для рабицыадока. Он постился на протяжении 40 лет, ел, наверное, когда-то ночью и так далее. Тут не обязательно вдаваться в подробности. Но то, что нам важно, что Рамбан Иханан Банзакай оставил всякую надежду, он считал, что храм будет разрушен, и предсказание является безусловным. Аравий садок на протяжении 40 лет пытался, так сказать, предотвратить своей молитвой, своей духовной работой, пытался предотвратить разрушение второго храма. У Иосифа Флавия описывается картина сожжения второго храма. И вот он говорит, «И взяли римляне палки и прислонили их к золотым воротам, которые ведут в святая святых, и разожгли огонь, и расплавилось золото, и загорелись двери, и упали на землю, и открылась святая святых глазам людей, в пятом месяце, девятого числа месяца Ава, храм был подожден вечером девятого Ава, вечером из девятой на десятая Ава. «И возликовали римляне, и святая святых горелой, и огонь шел по стенам вокруг и набирал силу». Для многих это была такая трагедия, что невозможно было представить, как дальше жить. И увидели, как они взбежали по стенам, были лестницы во внутренних помещениях храма, на крышу, и ключи от храма у них в руках, и сказали так, «Господин мир, до этого момента мы были твоими распорядителями в храме, теперь же возьми то, что тебе принадлежит», и бросились они в пылающий огонь. И вместе с ними многие из воинов-уудеи, которые скрывались в храме, и говорили так, «Не может продолжаться римляне после того, как сожжен храм». Также и после разрушения храма многие, кто остались живых, не видели, как можно продолжать жизнь, и хотели превратить ее в вечный траур такой, по крайней мере, не есть мясо, не пить вина, не употреблять много пищи». Раби Ашуа бен Хананья, один из величайших мудрецов, он как бы остановил эту тенденцию и, так сказать, вдохнул жизнь, вдохнул надежду в сыновей Израиля. И вот мы можем себе представить, какая огромная картина из одной такой строчки пророческой вырисовывается. Разрушение второго храма – величайшая трагедия всего еврейского народа. Надежда остается до самого последнего момента, хотя некоторые из мудрецов видят, что разрушение неизбежно из-за духовного уровня народа. Теперь дальше мы продолжаем. «Рыдай кепарис, ибо упал кедр, ибо могучие ограблены рыдайки дубы башана, ибо срублен лес укрепленный». Здесь Харья соотносится с таким моментом, с которым также соотносится Ремьян. Он говорит, что в Иерушалайме был разрушен не только храм, но были разрушены большие дома. Большие дома – это не обязательно по размеру, это важные дома. Это дома изучения Торы, дома праведных людей, дома пророков, то есть те помещения, которые связаны со святостью или отличались святостью. И поэтому здесь упал кедр, храм был отделан хедром, а некоторые дома в Иерушалайме были отделаны и сделаны из кепариса, перекрытия были сделаны из кепариса и отделаны были кепарису. И вот речь идёт о них, «Дайте дома, в которых была праведность, ибо храм сгорел, кедр сгорел, ибо могучие ограблены, и люди сильные духом, великие духом они ограблены, потому что после разрушения храма, конечно, не будет такого духовного величия, которое было в период второго храма, «Рыдайте, дубы башана, люди сильные, воины, которые похожи на крепкие дубы, которые растут в башане, ибо срублен лес, срублен лес укреплённый, весь народ, как лес, он весь порублен, порублен и изрублен». В «иха» говорится, здесь схаря говорит «рыдай», призывает плакать об утрате этого величия, величия духовного, который находил своё выражение в Евшелаеме, в его домах святости, в войске Израиля, которое могло противостоять врагу и так далее, и так далее, обо всём этом «рыдай». «Иха» говорится «плачет, плачет она, разрушенная столица, по ночам, и слёзы её на щеках у неё, нет ей утешителя». Эти слова «иха» воспринимаются как заповедь, повеление постоянно оплахивать храм, и уж точно в ночь 9-го ава плакать о его разрушении. То есть мы видим вот такие разные как бы тенденции. Одно – это призыв постоянно плакать, а другой призыв всё-таки сохранить жизнь, сохранить нормальное течение жизни, для того, чтобы можно было воспитывать следующее поколение не в состоянии такой постоянной депрессии. И то, и то присутствует у мудрецов. И та, и другая тенденция присутствует у мудрецов. Рассказывается про Раф Аши, призыв, что можно сказать, что Давид предвидя разрушение Ирушалаема, тоже можно сказать, что он совершенно не обязательно точно говорит, он говорит, если, если будет разрушен Ирушалаем, тогда прилипни язык к небу моему, если не буду помнить тебя, если не вознесу Ирушалаем на вершину веселья моего. Раф Аши, опираясь на эти строки псалма, он вот что сделал, однажды был пир в честь женитьбы его сына, и когда он увидел, что многие мудрецы очень разбеселились, очень рады, он взял сосуд из дорогого стекла и разбил. Ну, всех так как-то встревенули, загрустили, поняли его, конечно, поняли его намек, что он хотел, так сказать, обрубить, подрезать эту радость, да, вот этот рассказ приводится в тракте по оброход, вот, и мы понимаем, что обычай разбивать что-то под хупой стакан, он идет отсюда, из этого рассказа у Раф Аши, да, как бы напоминание о том, что пока храм не построен, Давид сказал, веселье не может быть полным, да, вот, только в том случае, если храм будет восстановлен, веселье может быть вернуться к своему такому полному, полному уровню, к верхней своей, к верхней своей планке, да, то есть речь идет вот об этом, но, конечно, в современном мире все уже забыли, что и почему, почему разбивают стакан, скажем, бокал, вот, и когда жених разбивает его ногой, то все кричат «Мазальто», «Мазальто», в некоторые раввины, в том числе, и я, если провожу хупу, я всегда предупреждаю забравшихся, не кричите сразу «Мазальто», подождите хотя бы секунду, две, три, не кричите «Мазальто», потому что стакан разбивается в память в память о розыскрении храма, чтобы не забыть о розыскрении храма даже в момент веселья. Дальше скорее продолжает рассказ, и он говорит, «Слышен вопль пастухов, ибо уничтожено великолепие их, слышен древ молодых львов, ибо уничтожено слава, ибо уничтожено слава Ярдена». Речь идет уже не о падении храма, о разорении всей земли, и мы можем представить себе, что он говорит о стадах, потому что целые стада пригоняли в Ярушала им в праздники для того, чтобы из них взять жертвы, чтобы взять из кота тех животных, которые будут приноситься в жертвы, и теперь, скажем, нету храма, нету пастухов возможности заработать, но это такой как бы внешний момент, а здесь мы, конечно, можем представить себе, что в аллегорическом плане речь идет о сыновьях Израиля, о народе, да, с львами связываются правители Израиля, цари, которые удерживали власть, противостояли врагам, даже если они не отличались большой праведностью, вот Ихискель в своей пророческой книге оплакивает всех царей Израиля, даже тех, которые не отличались праведностью, потому что, скажем, их гибель, гибель последних царей, гибель последних царей в Египте, в Бавеле, куда они были угнаны, это просто удар, ну, как бы сегодня сказали, борьбанут Исраиль по такой государственности Израиля, при том, что они даже не были праведными. И вот здесь скорее также сравнивают трех молодых львов затих, ибо уничтожено слабо Ярдена, Гаон Ярден на Иврите, тут можно сказать Ярданская низменность уничтожена, в каком плане уничтожена, она вся была покрыта лесами, зарослями, и там водились многие животные, и львы, и медведи, враги все подожгли и вырубили для того, чтобы в этих чачах никто не мог укрыться из тех, кто бежал из осажденного Ярушалайма. И вот такая пророческая картина страданий уже не только относящихся не только к храму, но и к страданию народа, и к уничтожению таких символов власти Израиля. Так сказал Бог Всесильный, паси овец, обреченных на заклане незадолго до, скажем, незадолго до, или, скажем, можно не определяя здесь время, лучше сказать, что в этот период с Харяпой получает интересную заповедь, интересную повеление с небес он должен пасти овец, которые будут зарезаны. Отбирают овец, у которых есть шерсть, овцы, которые, скажем, плодоносят, а есть овцы, которые не рожают, у них нету много шерсти, и они предназначаются на мясо для того, чтобы их есть. Наверное, и другие овцы попадают под нож, но прежде всего такие. И вот эти овцы, овцы отобраны для того, чтобы быть зарезанными, Всевышний поручает ему идти и пасти их. Которые убивают купившие их, этих овец покупают специально для того, чтобы есть мясо, и они стоят дешевле, чем те овцы, которые идут на приплод, и которые будут давать шерсть. и невиновны они, а продающие их говорят, благословен Бог, разбогатею я, и поступи их, не жалеют их. Схарья должен стать как бы образом, а сам пророк часто становится образом, он здесь должен, так сказать, изобразить правителей или верхушку иуды, которые продают свой народ, изменяют своему народу. И они как бы видят, что Бог оставил народ, он не помогает народу, и говорят, ну и слава Богу, мы сейчас это все, мы сейчас все это распродадим в том или ином смысле, разбогатеем за счет этих людей, ибо стуки их не жалеют их, ибо не пожалею больше я жителей земли, слово Бога, и вот я предам человека каждого в руку ближнего его, и в руку царя его, и раздравяю они землю, и не спасу я от руки их, то есть предсказание бедствия, теперь посмотрим, что здесь происходит с этими овцами, которые сказали я обвели пасти, пас я овец обреченных на заклание для торговцев скотом, то есть я нанялся пасти, нанялся кому-то пасти овец, которые предназначены на заклание, на убой, символ народа, который оставил Всевышний, и вот еще они, еще у этих овец есть хозяин, они не разбрелись куда-то и как-то, они еще имеют какую-то ценность, и они будут проданы, но они уже выделены для того, чтобы их продать на мясо, взял себе два посоха, один назвал я новым, новым приятностью, а другой назвал хоблим, что-то ранящее, наносящее раны, и пас я овец этих с двумя посохами, у пастухов иногда было два посоха, или точнее две палки, одна побольше, другая поменьше, на одну они опирались с перехода, и она служила им защитой от собак, может быть, чужих собак, которые придут к стаду, а другая была поменьше, и он подгонял этой палкой овец, он не бил толстым посохом, он не бил овец, и вот здесь в этом плане можно представить себе, что у схарья было схарья взял два посоха, это было обычное для пастухов, но только это отличалось тем, что на малом он написал «но», приятность, то есть не бьют сильно, стягают, но не бьют, а другой назвал хуглим, ранечий это большой посох, если ему ударить врага, собаку, то он может нанести серьезные раны, и пас я овец предназначенных на убой, и удалил я трех пастухов этих в один месяц, и не могла душа моя терпеть их, и душа их внушалась мной, что здесь происходит, у схарья, он не один пасет скот, у него есть еще помощники, но помощники ему попались добросовестные, и они ухаживают за скотом как положено, неважно, что это скот, предназначенный на убой, схарья недоволен, ему это не нравится в свете пророчества, и он увольняет их, они не могут его понять, и недовольны его отношением к делу, его отношением к делу, к работе на хозяина, который им платит, но, скажем, они здесь подчиненные схарья, хотя они это овцы какого-то хозяина, но они подчиненные схарья, и вот он увольняет их, и сказал, я не буду пасти вас, умирающие пусть умрет, и потерянные пусть пропадет, а остальные пусть едят плоть одна другой, понятно, что это указание на страшные бедствия, которые будут происходить перед разрушением храма, и после его разрушения в период нашествия римлян, я напоминаю, что в 50-м году в результате междоусобной войны между Арестоволом и Вулканусом в Иуду пришел Помпей, он уже отсюда больше не ушел, он поставил своего поставника антипатра, его сын был царем Ижитом, это уже власть не еврейская, если можно говорить о каком-то преимуществе даже в период правления царей злодеев евреев, то здесь уже невозможно говорить ни о каком преимуществе, потому что скажем мы и антипатр, и Идрот, они давали преимущество нееврейскому населению, и после такой долгой бурной истории, включающей в себя массу, целый ряд восстаний, в 65-м году было поднято восстание, великое восстание, как оно называется, и в 68-м году храм был разрушен, но это так сказать историческая справка, мы возвращаемся к тексту, и видим, что вот этот пророческий образ, который обязательно будет объяснен ученикам, который будет донесен до народа, он еще раз подчеркивает, что Всевышний оставляет народ, он не будет заботиться о нем, он не будет защищать его, стрепенитесь, подумайте, что происходит, что нужно сделать, пророк дает такой сильнейший знак, разъясняет его, его ученики ходят по площадям Иерушалаем и объясняют этот знак, попробуйте понять, стрепенуться, и взял посох свой новым и сломал его, и вот то, что новым приятность, ну, если и подгоняют хрустом, то не больно, то этот посох он сломан, чтобы отменить союз мой, который заключил я со всеми народами, говорит Всевышний, речь идет о союзе, что Всевышний сказал народам не превышайте не превышайте меру наказания, как бы сказал, то есть у него есть какие-то механизмы, которые сдерживают народы, в конце концов, все образы правления в его руках, вот он сдерживает народы, говорит, я отменил это, у народов отменил все сдерживающие моменты, которые сдерживают народы, вот с одной стороны эти овцы, которых никто не защищает, они предназначены на убой, а с другой стороны народы, которые как бы отпущены на свободу, что хотят, то пусть и делают, и отменен он был в день тот, и узнали торговцы с котом, подстерегающие меня, что слово Бога это. Торговцы с котом подстерегали из Харьяна, чтобы пожаловаться хозяину, и тут они узнали, тут они узнали, может быть, надо было раньше узнать, но вот тут они узнали, до них дошло, что все, что происходит, это слово Бога, о том, что народ будет оставлен, о том, что он не будет защищен, о том, что он будет как скот предназначенный на убой, и вот именно поэтому Харья вот так и отнесся к скоту, и поэтому он уволил тех, кто заботился о скоте, еще с таким каким-то раздражением, пренебрежением к ним уволил их, зачем заботитесь, что это вы делаете, я здесь начальник, и я вам велел не проявлять заботу о скоте, было очень странно для них, но теперь они узнают, что это слово Бога, и сказал я им, по повелению Всевышнего, если угодно в глазах ваших, дайте мне плату мою, а если нет, не давайте, Схая говорит им, ну, я вот да, за этим, за этим, с которым следил, так как я, так сказать, умею, так как я хочу, да, отдыхали, бездействовали, да, вот, теперь, вот смотрите, да, я плохо заботился о скоте, да, вы бы заботились лучше, вот теперь смотрите, я деньги, которые мне причитаются, я передаю вам, а вы рассудите, да, я вот сейчас уйду, я оставлю мало этот спор, а вы рассудите, сколько вы мне должны, да, сколько вы мне должны, сами рассудите, да, сколько вы мне должны за мою работу, небрежную, плохую, да, но все-таки вы не работали, а я работал в это время, ну, и вот теперь я вам даю эти деньги за, которую я получил, может быть, и за себя, и за вас получил, вот я вам передаю, сколько вы мне дадите, да, за мою плохую работу, да, и ответили они плату мою 30 серебряных шекелей, мы понимаем, что здесь христиане как бы у нас все списали, вот 30 серебряников, и так далее, и так далее, да, это все, вот всхоря очень много таких, скажем, моментов, которые, на которые христиане опираются, вот эти 30 серебряных шекелей, да, но что происходит дальше, интересно, и сказал мне Бог, брось ее, брось ее в сокровище на улицу, дорогую цену, которую они оценили, которую они оценили меня, меня здесь надо было бы написать с большой буквы, вот, что это значит, да, и взял 30 серебряных шекелей этих и бросил их в сокровище дома Бога, да, вот, ты отдал их в сокровищество дома Бога, для того, чтобы показать, что все это было пророчеством, да, и что, если так можно сказать, схоря, как бы, как бы, образ Бога, а точнее, отображает его действия в мире, и вот, когда дают эти 30 серебряных, и как бы дают не схоря, а всевышнему, и поэтому он их относит сокровищество Бога, это хорошо, да, вот, но, что же, почему здесь Сибирь не говорит, что они оценили меня в 30 серебряных, да, потому что вместо того, чтобы задуматься о ситуации, вместо того, чтобы ужаснуться, вместо того, чтобы начать молиться, просить пророка, чтобы он молился, чтобы эти бедствия можно было избежать, они отчитывают ему деньги, столько, сколько они считают, вот, по-честному, вот, пусть он получит эти деньги, остальное будет наше, и он уйдет, а мы сейчас продолжим, мы продолжим работу. Это то, о чем они думают, как бы, о деньгах, в такой момент, в такой, им же известно, подчеркивается, что им стало известно все это слово Бога, да, и вот поэтому Всевышний говорит, они меня оценили в 30 серебряников, да, как бы, вот, вместо того, чтобы думать обо мне, они думают о 30 серебряниках, и они их отдали, и они больше не вспоминают, как бы, вопрос закрыт, все по-честному рассчитались, и это все, что мы вынесли из этой ситуации, да, и вот, и это вот такой упрек упрек народу, и из этого можем с вами сделать глобальный вывод, да, что часто мы обращаем внимание на какие-то детали, часто мы начинаем считать то или иное, да, доход и уход, не это бруто, и доход и расход, не это бруто, да, вот мы начинаем все это считать, а главная суть от нас ускользает, да, это призыв пророка, да, мы знаем, что скорее его посылки, они непростые, да, но они относятся и к нашему времени, это призыв пророка думать о пророчестве, думать о предсказаниях, думать о Боге, а не убираться какие-то детали, ну хорошо, если бы они еще с ним рассчитались, начали молиться, так нет, они увидели, что вот самое главное в этом деле, да, вот это слово Бога, поэтому не надо ругать с Харья, не надо продолжать с ним ругаться, ему положены какие-то деньги, вот мы ему заплатим, все, заплатили, закончили, да, вот, и сломал я второй посох свой хавлим, и тут я ломаю посох, говорит пророк, который называется хавлим, ранящий, чтобы нарушить братство между Иудой и Израилем, мы понимаем, что Израиля это уже давно, Израиля давно уже нету, есть одно царство, и Ехизгель предсказал, что будет одно царство, что страна не будет разделена больше на Иуду, и десять колен, да, вот, да, и, да, здесь очень интересная посылка, да, то есть, опять же, посылки с хавлия отличаются большой тонкостью, как бы, да, их нельзя воспринимать буквально, и мы можем сказать, что Иуда и Израиль, да, это две в данный момент это не Иуда и десять колен, потому что нету, нету этого ничего, нету, уже все, давно есть Иуда, да, и там все колены перемешаны, и невозможно разделить, где Иуда, где кто-то из других колен, из Бениамина, или из десяти колен, которые в разные периоды пришли в Иуду, да, например, в период Хискиягу, в период падения царства десяти колен, когда многие хлынули в Иуду, вот, все перемешаны абсолютно, поэтому Иуда и Израиль, здесь это единственная возможность воспринимать как такой образ двух групп в народе, одна группа Иуда, она больше склонна к духовности, можно сказать, к изучению Торы, к постижению Всевышнего, к утверждению заповедей в народе, а другая Израиль, как это было, скажем, на деле, она, эта группа, для нее не так важны принципы веры, они не разбираются в том, каково единство Всевышнего, это от них далеко, они в этом путаются, у них нету строгого соблюдения закона, у них свой календарь, то есть есть группа в народе, которая далека от Торы, далека от мудрецов, далека от изучения Торы, воспитания детей в духе Торы, и вот я сломаю этот посох Хоглим ранее, чтобы нарушить братство между Иудой и Израилем, и здесь опять же очень поучительный момент, и опять могу повторить, что тонкие, требующие понимания, что мы с вами видим, что еврейский народ объединяется, несмотря на то, что в нем есть люди совершенно разных, так сказать, разного мировоззрения, разных представлений о мире, в том числе и о самом еврейском народе, его роли, о его отношении с другими народами, но период, когда есть бедствие, упаси Бог, чтобы все были живы, здоровы, но период, когда есть бедствие, весь народ объединяется. Всевышний говорит, что если вы думаете, что это так просто, то это не так, в этом тоже есть моя помощь, и я вот эту помощь устраняю, я убираю эти бедствия в том смысле, в том смысле, что они не будут больше сближать разные части народа, разные части народа они не будут больше сближать. и сказал мне Бог, сказал мне Бог, еще возьми себе сумку пастуха глупого, и вот я поставлю пастуха в стране, оторгнутых не вспомнит, пропавшую искать не будет, разбившуюся лечить не станет, опухшую не накормит, а тучную есть, бурит, и копыты их раздробит. до этого Всевышний говорил о том, что он будет делать, он не будет пасти овец этих, он не будет защищать народ, а теперь он говорит, что как бы, как он это сделает, он это сделает через правителя, который не будет заботиться о своем народе. наиболее яркой такой личностью был, скорее всего, Иоаким. Это 22 года до разрушения храма он правит, и, ну, не говоря о том, что он не запрещает этого поклонства, и у него вера Всевышнего самого очень слабо, если можно предположить, что он и идолом поклоняется, но в любом случае храм действует, он не может поднять на него руку, закрыть его. Этот Иоаким, он просто поставил своей задачей мстить народу, мстить народу, обирает его, обманывает его, строит ему дворец, он не платит рабочим, почему, откуда у него такая обстоятельность, потому что когда выбирали царя, задолго до его управления выбрали Ахаза, народ выбрал Ахаза, вместо него, не зная то, что Иоаким старше Ахаза, оба не сын Абья Юшайя Гу, Иоаким старше, но зная его характер, люди не захотели выбрать, выбрали Ахаза, а когда он пришел к власти, Ахаза забрал фараон в Египет, и вот он пришел к власти, и он грешил, он там с ним все на том и выбрал и вот таким пропуском сегодняшним говорили, что он уже что-то с голосом, по-моему, у меня такое ощущение, что что-то с голосом, или это только у меня? Не па, да, ну вот, значит, да, мы подошли с вами к 12 главе, я хотел разобрать тоже сегодня, но давайте мы остановимся, если есть какие-то вопросы или что-то хочется добавить, мы постараемся обсудить с вами, вот я выключил шер, я вижу ваши квадратики, если есть какие-то вопросы, то пожалуйста, дальше тоже очень интересные моменты, связанные с христианством, с их прочтением, но мы просто не успели до этого добраться сегодня, хорошо, на следующий раз, окей. Равзеев, первый вопрос, то есть воспринимать в принципе надо это больше как правильно, как аллегорию, а не как буквально, что он по советам, ему дали 30 серебряников и так далее, я правильно понимаю? да может быть, может быть он физически он физически как раз он физически пошел по советам и то, что он делал, это было образом, и поэтому мне представляется тогда, что как раз вот то, что ему дали 30 серебряников, это такой момент реальный, это не во сне, а наяву как бы, да, вот люди так оценили ситуацию и дали ему 30 серебряников и Всевышний разгневался, да, то есть это люди, которые были ближе всего к пророку, пошли скот к пророку, и они вот так отреагировали, что можно говорить тогда обо всех других, вот, я совершенно против пойти в эти маумы, маумы, которые всегда в этой ситуации были, это не крайне это сон, это много не меняет, но мне кажется, что по меру это и сон сон Равзи, вы еще, мы знаем, что по сути дела храм был разрушен из-за отсутствия единства в еврейском народе, а как раз вот здесь повествование такое, что как раз они заботятся вот о пророке, что какое-то единство есть, но именно здесь вот высвечивается именно вот этот аспект, не совсем до конца понятно этот гнев, то, что вы объяснили, я понимаю, но разве не было более корневой проблемы, или это самая корневая проблема? самого народа отборил на этот народ, он предназначен и голубой, но не очень-то хороший, счастье не дает, счастье не дает, не дает, предназначен голубой, не дает, он пошел со стороны правительства, но со стороны делишнему лицу эту ситуацию перед решением правительства следовало обратиться в субботу. Я дико извиняюсь, но мы снова перешли в этот мод, когда тебя практически не слышно. Спасибо.